Всем здравствуйте! Получили вторую посылку из Германии уже от другой коллеги из городка Бонн. Коровка была настолько большая, что даже не помещалась в машину. Нам пришлось вытащить и разложить по своим сумкам. Обультовая ваза. Обратите внимание, какая она крупная. Удивительная форма и размер. На видео я подпишу. Здесь золото в цировке. Такие крупные кружки. Состояние золота вытияли снизу. По клейму это Литнер с пометкой, что это настоящий кобальт. Также на изделии есть дополнительный сертификат. Такая вот наклеечка. И эта мануфактура очень сильно ценится. Считается элитным классом. Высокий доливной чайник. Белоснежный фарфор. Тонкий, невесомый. И это именно чайник. Так как есть отверстие для заварки. Техника распыления золота. Такими мелкими точками. Яркие пышные букеты цветов. Конкретно это бутоны розы. И вот само золото. Здесь его не жалели. Также дополнительно листочек аккантуса. Вот этим объемным ракалием. Рельефная форма у носика. И такая юбочка. Думаю, вы уже догадались, что это за мануфактура. Здесь крышка с пимбочкой. И вот эти розы с двух сторон. Ну, какая красивая ручка у крышки. В виде бутона. По клейму это Англия. Royal Albert. Тарелочка. С ламнистым краем. В виде цветка. В моей коллекции тоже есть такие. И вот такая одна. Появилась у нас в ассортименте. Здесь выполнен как апельсин. Прорезной фарфор. Золото. Тонкие, тонкие. И эти тарелочки антикварные. Они с датировкой 1900 года. И это мануфактура Schumann. Шедевр немецкой мануфактуры. Мой любимый Schumann. Антикварная двойка. И клеймо такое ставилось с 1918 по 1929 год. Обратите внимание, сколько здесь синих вставок. Золото. И рельефная форма. Фарфор здесь цвета ivory. Внутри рисунок наложен как такими фестонами. Рельефная ручка. И фестоны с внешней стороны по кромкам. А такой вот юбочки. Авлюция вокруг оформлена фестонами. Я просто очарована. Рельефная тройка. Вся усыпана золотом. И она будто зеркальная. Рисунок по кромкам такой растительный. И на дне образуется орнамент с розочкой. Кремовый фарфор на юбочке. И вот это клеймо ставилось с 1945 год. Релочки и свечение золотом поражает. Десертная акцентная. И в центре такой пышный букет. Розы и другие полевые цветы. Очень изысканная чайная тройка для любителей цветов и антиквариата. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Чайная тройка. Вся усыпанная золотом. Здесь идет градиент. Форма чашечки. Особенно какая юбочка. И внутри декор. Снежинок. Лучи. Все идет в градиенте. Переходящее от темного к светлому. И по клейму это Alka Kunst. Клеймо такое ставилось с 1938 года. В 1958 год. Золото здесь горит. И эта серия называется Diamond. Золотой декор по кромкам. Такой рисунок наносится золотой пастой. 24 карата. Изысканная чайная тройка. Очень элегантная и статная. Вот такой пакетик. Посмотрим, что там внутри. Немецкие лекарства для моей бабушки. Никогда не встречала такие бокалы от Weimar. Что-то необычное в нашем ассортименте. Здесь такой декор ландышей. Красивые листья. И декор идет с двух сторон. Большое количество золочения. Шикарный фарфор от мануфактуры Weimar. И это по клейму 60-70-е годы. Плются золотом по кромкам. Жемчуг объемный. Листочки, которые заходят на зеркальце. Яркая и нежная двойка необычной формы. И белоснежные пары с нежным декором. И форма в стиле ар-деко. Длинные ручки овальные. Нежный рисунок гвоздики. Дополнительно декор повторяется и изнутри. Очень воздушные. У нас в наличии таких пар 4. Обратите внимание, какой здесь белоснежный фарфор. Они очень тонкие и легкие. По кромкам разбросанные букетики. И по клейму это Эдельштайн. 60-70-е годы. Очень нежные и воздушные. Красота. Нашла тарелочки. И обратите внимание, как здесь горит золото. Какой декор. Цировки. С белоснежным фарфором. Ищем чашечку. Вот она наконец-то. Чашечка. Посмотрите только на ее ручку. С колечком, с юбочкой. Такая изящная. Вся в золоте. Роскошная. И вот эта форма ручки. Красота. Золотой медальон в центре. И при этом чашечка такая низенькая. На юбочке. И широкая. По клейму это Тиршенройтер. Она немного похожа. Хотя форма и стилистика напоминает артеку. Такую клейму ставила 69-го года. Коллега написала, что это ручная роспись. И да. Это на самом деле так. Такое блюдо. Вазочка. В форме цветка. Со всеми рельефами. Ракалиями. Разбросанными. Оранжево. С серыми цветами. С листьями. Полностью ручная роспись. Безумная красота. Золочение. И такая вот юбочка. Изящная. А самое удивительное это клеймо. Оно ставилось с 1903-го года. Тоже манафактура Тиршенройтер. Поэтому если вас заинтересовало, то пишите мне на ватсап. Чем дальше мы рассматриваем посылку, тем более роскошные предметы появляются. Вот такая вот красивая вишневая ваза. Я даже знаю, что это за манафактура. В прошлом выпуске мы видели такую кобультовую. Здесь красивый букет с шиповником. Что-то вроде мейтзенского букета. Но значительно сильно отличается. Но какое роскошное вишневое крытье. Все покрыто золотом и растительным дукором с ракалиями. А с другой стороны совсем другой букет с ирисом и оранжевым цветком. Здесь такие вот прочистки. Сначала я подумала, что это манафактура Шума. Но нет, это Литнер. Люблю я эту манафактуру. У них изысканные предметы, которые ни на что другое не похожи. Здесь идут такие прочистки в медальонах. И внутри цвет айвори. Две одинаковые чайные тройки с фиалками. С такими букетиками, которые перевязаны бантиком. Тоже английская манафактура. Костяной белоснежный фарфор. Нежные фиалки. Рисунок с двух сторон. И такая форма называется бутон. И рисунок с одной стороны пышный, а с другой более деликатный. На такой вот юлочке. Тарелочки. Здесь именно оформлены кромки. Красота. И внутри чашки тоже есть декор такой фиалки. Можно взять парно, а можно по предметным. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на ватсап. Кремовый комплект для варенья. Цвета айвори. Здесь таких достаточно 6 крупных розеток. Они все в золоте. Очаровательные. Такой комплект называется предлагаемым в Германии. Для всего самого вкусного. Также дополнительно идет кремовая тарелочка. Глубокая сухарница. Сколько же здесь золота. Если у вас, например, кремовые тройки без декора. Или блюда. То такой комплект идеально подойдет в вашу коллекцию. И по клейму это Айшенбах. Комплект изумительно очень нежный. Это 40-50-е годы. Выполнен в стиле арт-декор. В нему идеальная сохранность золота. Оно здесь горит и сияет. Белоснежная вазочка. Интересной формы. С таким вот пейзажем. Точнее здесь корабли. Маяк. Такой декор в виде каллиграфии. И, кстати, лебеди. Рисунок выполнен будто тонким карандашом. А с другой стороны уже этого изображения нет. Кстати, ваза она достаточно плоская. И такой уникальной формы. По клейму это Томас. 60-е годы. Кто давно себе хотел тарелочки с фруктами, появилась вот такая в ассортименте с виноградом и апельсином. С ажурными краями. Здесь такие интересные прорези. Достаточно необычный декор. Золотые вставки. Сейчас фруктовые тарелки встретишь не так часто. Это является антиквариатом. И именно у этих тарелочек бывают старые клеймы. Тарелочка с фруктами антикварная. Клейма ставилась 1900 по 1915 год. Целый антиквариат с ажурными кромками у меня в руках. Наконец-то в ассортименте появилась сухарница именно на ножках. С такими вот ракалиями, прорезными вставками и с прекрасной розочкой. Серия уже любимая на моем YouTube канале. Серия называется Pompadour. С такими вот ракалиями или заметными объемными рельефами в виде цветов. Красота. У меня много заказов на такие сухарницы. И в целом на эту серию будем с вами постепенно собирать. Клейму розенталь. Прямо-таки глубокая красота. Давно не было именно на ножках. Дополнительно здесь есть вот такая вот коробочка. Мы ее сейчас откроем. Много сверстков и это дополнение к коробке. Здесь необыкновенный цвет. Это даже не Тиффани. А такой фисташковый салатовый. Все подкрашено не золотом, а краской. Знаменитая форма у Веймар. Это листок клёна. Золотые розовцы ровки по кромкам. Такого цвета блюда у нас еще никогда не было. Это удивительно и редко. Мой это Веймар, 60-е годы. Смотрите, какая красота. Все это объемное, рельефное блюдо изысканное. Для всех ценителей. Я думаю, что вы такое никогда не встречали. Блюдо само по себе большое и глубокое. Красота. С такими высокими бортиками. На такое изделие уже нам встречалось. Пышные цветы, рельефная форма. Цветы здесь безумно красивые. И это манюфактура Винтерлинг. Только не троечка, а пара. Тройка уехала в прошлый раз к моей прекрасной подписчице. И вот снова такой необычный повтор. Только в формате двоечки. Такая красота. Рисунок с двух сторон. Пышные малиновые цветы. Очень яркая, тоненькая. Это 70-е годы. И декор идет по кромкам блюдца. Красота. Вся цветочная поляна. А здесь целый комплект из шести десертных тарелочек. В идеальном состоянии золото. Такими рельефными кромками. Здесь также напыление золота. Прекрасные яркие розочки. Большая редкость, когда из Германии приходят именно комплекты тарелок. Это конкретно десертные. Они 20 сантиметров. От Ройл Альберт. Вот такой чайник. 6 тарелочек. Также дополнительно пришел молочник. Из этой же серии. Очень красивая, нежная. Здесь поддерживается форма бутон на каждом изделии. Можно взять попредметно. Также целым набором. Но они безумно красивые. Очень нежные. Две английские чайные тройки. Снова с одинаковым декором. Здесь такие прекрасные розочки. Та же самая знаменитая форма бутон. Рисунок идет также внутри чашечки. Рельефная форма ручки. Шикарные цветы с двух сторон. И много золота. Любимый английский фарфор. Белоснежный. Цветочный декор по рельефу. И по кромкам маленькие медальоны. С пышными цветами. Здесь такой красивый желтый цветок. Розочки. Красота. Вот само клеймо. Такое клеймо встречалось нам сегодня. На вот этих шикарных тройках с фиалками. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Чашечки изумительные. На такой вот юбочке. Красота. Еще одно изделие от английской мануфактуры. О которой я хочу немного поговорить. Это коллекционная чашечка. С черным орнаментом. С пышными белыми цветами. Обратите внимание, какая рельефная форма ручки. С такими вот ракалиями. В золоте. И такая элегантная юбочка. Вся усыпанная золочением. Также рисунок повторяется в самой чашечке. Красота. Это редкое селье. Коррекционная. От Royal Albert. То есть, она не частая. Самое главное, это не чайная пара, а троечка. Удивительные. Тарелки. По кромкам. В английских чайных тройках и парах. Очень глубокие блюдца. Они с высокими буртиками. Подходят для чайпития с блюдечком. Такая красивая десертная тарелка. К сожалению, такая троечка только в одном экземпляре. Но она очень яркая и с такой шикарной ручкой. Вот такая очаровательная посылка была сегодня на обзоре. Из городка Бон. Спасибо большое моей коллеге за такую шикарную посылочку. Она ищет для вас на самом деле очень красивые и уникальные предметы. Видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на ватсап. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, ценись то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.